Левашов Левашов Давно привыкли. Лесные края, мирные пейзажи, тихая жизнь. Но вдруг Левашов увидел за коричневыми стволами дальнего леса необычную темную зелень правильной геометрической формы. Танки. Они застыли неподвижно, людей не было видно, словно экипажи, поставив на прикол своей машины, ушли куда-то или спят под бронированными куполами башен. Было что-то грозное в этой неподвижности, в этой затаенности страшных машин, которые по первому знаку могли залить огнем все вокруг на десятки километров, превратив вековой лес в гигантский костер, наполнить окрестность шумом и лязгом, помчаться непреодолимой стальной волной вперед, все сметая на пути, оставляя за собой лишь безлюдную, мертвую землю. Танковая колонна была не одна. На опушке выстроились и уже окапывались ракетные установки, а еще дальше еле различимые занимали позиции орудия. Только и видно, что сизый дымок над походными кухнями. Потом вертолет пролетел над лесной дорогой. Насколько хватало глаз, по ней тянулась колонна мотопехоты. Наверное, внизу грохотали моторы и сотрясалась земля. Но здесь, наверху, из-за шума вертолетного двигателя, ничего не было слышно. И казалось, что тяжелые машины движутся бесшумно, возникая из-за горизонта и за горизонтом исчезая. Это южные накапливали силы, чтобы перейти в наступление. Но пока наступали северные, действия которых обеспечивали специально выделенные силы, в том числе инженерно-техническая рота, в которой ему, лейтенанту Юрию Левашову, предстояло отныне служить заместителем командира по политчасти. То, что к месту службы он отправлялся не на постоянные квартиры, а прямо в район учений, где сейчас находилась его рота, волновало Левашова. Можно сказать, что из училища прямо, не на фронт, конечно, нет, а все-таки прямо в дело, хотя рота его непосредственно в боевых действиях не участвовала. Она занималась инженерным обеспечением учений, вернее, одного из эпизодов – высадки десанта. Ну и что думал Левашов? Сигнал может прозвучать всегда. В то же мгновение неумолимая черта разделит твою жизнь на две части. Довоенную, что была секунду назад, и новую, военную, в которой тебе жить и действовать. Какой бы прочной и вечной ни казалась тебе мирная жизнь, ты всегда должен быть готов к бою. Собственно, это и называется состоянием высокой боеготовности. Вертолет приземлился, взметая в вихри снега. Левашов быстро нашел расположение своей роты. Он мысленно уже называл ее «своей». Хотя не видел еще ни одного ее солдата. Он приподнял полок палатки и решительно шагнул вперед. Высокий старший лейтенант надевал шинель, видимо, готовясь выйти. Левашов щелкнул каблуками, приложил руку к шапке. «Товарищ гвардии старший лейтенант! Лейтенант Левашов прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы!» Старший лейтенант, машинально застегиваясь, выслушал доклад, сел на койку, указал рукой на другую. «Садись, Левашов!» «Ты новый замполит, так?» «А я Русанов, заместитель командира роты. Это официально. Сейчас за командира. Он в госпитале, аппендицит. Так что будем без него командовать». Он неторопливо и немногословно рассказал об учениях. «Северные», в состав которых входят десантники, наступают. Разведка сообщила о наличии на этом участке ракетных установок противника. Принято решение выбросить десант, чтобы захватить район и активными боевыми действиями уничтожить ракетные установки Южных и их прикрытия. Выполнив эту ближайшую задачу, десант совершает маневр в новый район. «А мы?» спросил Левашов нетерпеливо, когда Русанов замолчал. «А мы осуществляем инженерное обеспечение». «Вот так». И, помолчав, продолжал. «Во-первых, — он загнул палец, — утюжка. Бомбардировщики пройдут над площадкой. Кстати, она не маленькая, несколько квадратных километров. Да ты ее видел, вертолет на краю садился. Во-вторых, — Русанов загнул второй палец, — «Южные будут бить по команде обеспечения, по отряду захвата, по главным силам. В-третьих, десантники будут взрывать ракетные установки». Русанов разогнул пальцы. «В общем-то, ты на готовенькое прибыл. Все заряды уже заложены, провода подведены. Но проверить лишний раз не мешает? — Проверю, — Левашов поднялся. Прямо сейчас пойду. Возьму командира взвода и пойду». «Ну-ну, давай». Русанов тоже встал, неопределенно потоптался на месте, потом все же спросил. «Ты вообще-то знаком с этим делом, а?» «Знаком, товарищ гвардии, старший лейтенант, в училище изучал». Левашов с некоторым вызовом посмотрел в глаза Русанова. «Теперь вот пойду изучать на практике». «Ну-ну, смотри поосторожней, изучай». Левашов действительно хорошо представлял себе, в чем заключается инженерное обеспечение учений. Прибыв на место, рота построила землянки, наблюдательные пункты, в том числе и главный, с которого руководители учений будут следить за ходом боя, проложила дороги, подготовила площадку приземления для вертолетов. Все это требовало немалых усилий и умения, но было далеко не главным. А главным было само поле боя, площадка приземления десанта. Перед высадкой над площадкой промчатся бомбардировщики северных. Они нанесут бомбовый удар, облегчая задачу десанта. Но что это значит в условиях учений? Это значит, что саперы предварительно заложат в заранее намеченных местах взрывчатку и будут подрывать ее по сигналу, имитируя взрывы бомб. Но это ладно, это делается, когда людей на площадке еще нет. Но потом приземлится десант, по которому южные откроют огонь из орудий, и взрывы снарядов уже будут происходить на поле, усеянном солдатами. А там заработает и артиллерия десантников. Начнут взлетать в воздух ракетные установки южных. Падают бомбы, взрываются снаряды, столбы огня, земли и дыма взлетают к небесам. С командного пункта учений открывается картина подлинного сражения. И никто в этот момент не помнит о саперах, о командире инженерно-саперного батальона, организаторе и дирижере всего этого действа, о его помощниках, отвечающих за четкость работы на огневых рубежах, на участках, о том огромном напряжении, с каким застыли они у кнопок и подрывных машинок, с каким следят за сигналами, прижимают наушники к потным вискам. Почему-то не взорвалась авиабомба, а через несколько минут с неба начнут валиться десантники, и кто знает, не занесет ли капризный ветер одного из них на эту бомбу. Увлеченные атакой не заметят солдаты, как затопчут хрупкое ограждение, и бегущие за ними уже не будут сторониться опасной зоны. Левашов неторопливо шел в своих городских, неприспособленных к этому глубокому снегу сапогах, по сугробному полю сверяясь с планом. Он подходил к очередной указке, фанерный треугольник с буквой «Ф», напрочно воткнутый в снег палки, перешагивая через волчатник, веревочку с красными лоскутками, натянутую на низких колышках, осторожно осматривал заряд, иногда раскапывал в снегу провода, ставил крестик в своем плане. Шел первый день офицерской службы Юрия Левашова. Давняя дружба связывала военно-политическое училище, в котором учился Левашов, с педагогическим и медицинским институтами. «Дружба, переходящая в любовь», так сказала однажды Цуриков, друг детства и однокашник. Будущие педагоги были шефами курсантов, часто выступали с концертами самодеятельности, устраивали вечера, диспуты. Один из таких диспутов Левашов запомнил надолго. В нем, кроме курсантов-старшекурсников, участвовали студенты и студентки из пединститута. Диспут был на тему «Что такое любовь?». Спорили горячо, приводили цитаты из классиков, читали наизусть стихотворения, ссылались на множество мудрых книг, включая энциклопедический словарь. Девушка сидела в углу и молчала. Она выглядела немного старомодной, со своими толстыми русыми косами, в неприметном платье, на фоне мини-юбок, расклешенных ярких брюк и длинных прямых волос своих подруг. Левашов потому и приметил ее сразу. А когда дискуссия закончилась ничем и все стали расходиться, получилось так, что девушка оказалась одна. Левашов быстро догнал ее и уверенно зашагал рядом. Она удивленно посмотрела на него, усмехнулась, но продолжала идти молча, не убыстряя шага. «Так и будем молчать всю дорогу?» спросил Левашов. Она пожала плечами. «Меня зовут Юрием, фамилия Левашов, на будущий год кончаю институт». «Станете преподавать историю?» «Нет, французский язык». Разговор оборвался. Левашов почувствовал, что с этой девушкой не пошутишь. Обычные признакомства, любезности и двусмысленности здесь не годятся. «Косы у вас замечательные!» рискнул он. «Я знаю». Опять наступило молчание. В отчаянии Левашов зашел с другого конца. «Как вам понравился диспут?» «А вам?» «Мне?» Инициатива опять ускользала от него. «Мне не понравился. Уж очень много ссылок на авторитет и мало на собственный опыт». Он улыбнулся, но тут же скомкал улыбку, не встретив ответный. «О каком опыте вы говорите?» «У вас красивые глаза», сказал Левашов. «Мне нравятся серые глаза». «Тогда говорите, глаз». «Глаз?» «Почему глаз?» «Потому что у меня один глаз серый, а второй карий». «Действительно, как интересно!» «Так о каком опыте?» «Ах, да, спохватился он. Ну, своем личном. Никто ведь не ссылался на собственную любовь. Счастливую или несчастливую, неважно. Но о собственную». «Они и не могли», она пожала плечами. «Почему?» «Тот, кто любит, удачно или неудачно, не будет докладывать об этом целому собранию». «Так зачем было диспут устраивать?» «Не знаю». «Так зачем было приходить?» Она опять пожала плечами. «Вот что», — осмелел он, «давайте устроим на эту тему диспут вдвоем». «Не получится». «Почему?» «У меня нет опыта. А у вас, наверное, слишком большой». «У меня тоже нет никакого опыта», сказал он. «Не знаю только, достоинства ли это». Он испытывал непонятное, неизвестное ему до то ли чувство нежности к этой впервые увиденной им лишь час назад девушке. И даже сама его нерешительность и ее молчание были ему приятны. Вдруг он вспомнил, на чем прервался разговор. «Но просто сомневаетесь,» запальчиво начал он. «У меня действительно нет никакого опыта в любви. А то, в чем опыт есть, любовью не назовешь». «Так, спасибо», тихо сказала девушка. «За что?» удивился он. «За откровенность». Они замолчали. Наконец девушка посмотрела на часы. Они были у нее маленькие, дешевые. «Мне пора домой». «Я провожу вас, можно?» Попросил он и впервые в жизни испугался, что ему ответят «Нельзя». «Провожать некуда. Вон мой дом». Девушка кивком головы указала на ближайшую коробку. «Мы увидимся», неуверенно спросил Левашов, проклиная себя за эту неуверенность. «Если хотите», сказала она и пошла к дому. А он испытал такую радость от ее слов. будто она призналась, что не может без него жить. Он смотрел ей вслед, глупо улыбаясь. Она отошла уже порядочно, когда он спохватился. «Где? Когда?» закричал он. Он догнал ее и остановился, сознавая нелепость своего поведения. Она тоже остановилась. На мгновение ему показалось, что она улыбнулась, но, наверное, только показалось. В субботу у меня занятия кончаются в три. «Если захотите, приходите к институту». Она снова направилась к дому, но неожиданно повернулась и спросила, «Сможете?» «Да, конечно. Конечно, смогу. Обязательно». Суббота настала как день избавления. В половине третьего он уже стоял у входа в институт. Наташа появилась ровно в три. Она сразу увидела его, но не подошла, а как тогда одна неторопливо направилась к своей дороге, кивком пригласив присоединиться к ней. И снова он шел рядом, ничего не замечая вокруг и никак не мог придумать, с чего начать разговор. Наконец его осенило. Знаете что, давайте познакомимся. Разве мы не знакомы? Нет, заполним устные анкеты. А? Ну что ж, заполним. Родился в середине века, начал он. Отец старший инженер, мать инженер, брат мастер на заводе, младшая сестра в техникуме. Отец воевал, а я, как видите, еще не успел. Он долго рассказывал ей о себе, своих друзьях, своих увлечениях. Наташа ни разу не перебила его, только кивала головой и неизвестно даже, слушала или так кивала из вежливости. На будущий год кончу училище и хочу в десантные войска. Я ведь прыгал с парашютом. Завершил свой рассказ Левашов. Не боитесь, что когда приедете к вашим солдатам, осрамитесь? Неожиданно спросила Наташа. Левашов опешил. После его длинного, подробного рассказа Наташа задала лишь этот единственный вопрос, тем более, что он все больше мучил и его самого. Не знаю, честно признался Левашов. Постараюсь не осрамиться. Это страшно прыгать с парашютом. То ли вопросительно, то ли утвердительно, произнесла она. Вы даже не представляете, как это здорово. Не думайте, это не так, конечно, просто. Надо многое уметь, подготовиться и главное, решиться. После третьего, четвертого прыжка уже легче. Но бывает у некоторых на седьмом, восьмом прыжке появляется страх. Серьезно? Впрочем, я никогда не боялся с первого раза. Он осекся и поспешил переменить тему. Я рассказал свою биографию. Теперь вы. У меня нет биографии. Нет братьев, нет сестер. Она сделала паузу. Нет родителей, и спортом я никаким не занимаюсь. Ему вдруг стало остро жаль ее. Как же так? Нет родителей. У всех его друзей, всех знакомых девушек, всех, кого знал, были отец и мать, или хотя бы мать, а у нее вот никого. Вы одна живете? простодушно спросил он. Одна. Теперь одна. А ваш папа, ваши родители? Мама давно умерла, а папа пять лет назад. Он разбился. Разбился? Он был летчиком? Парашютов. Испытателем. Тихо сказала Наташа. Испытателем парашютов. Левашов был потрясен. С каждой фразой Наташа представала перед ним в новом свете, все более неожиданном. Оказывается, она дочь парашютиста-испытателя, трагически погибшего. Он просто не знал, что сказать. Каждая встреча была для Левашова открытием. Он узнал, что Наташа может смеяться. Может, увидев на тротуаре детские классы, запрыгать на одной ноге или на глухой пустынной улице, положив ему голову на плечо, тихо-тихо спеть своим низким голосом песню. После Нового года, как ни старался он, видеться им с Наташей было все трудней. Занятия у курсантов выпускного курса отнимали все больше времени. Участились стрельбы, учения, выезды в лагеря. Наташа тоже занималась вовсю. А потом заболела ее тетка, как назло, когда у нее высвободились какие-то дни. Ей пришлось уехать, надолго задержаться у постели больной. Пробежала ранняя весна с ее веселыми грозами и теплыми дождями. Суматошное непонятное лето, то жаркое, то холодное. Потом были государственные экзамены и выпускной вечер в доме офицеров и прощание с училищем. Последнее свидание с Наташей длилось лишь несколько минут, словно судьба сейчас, вот в самый сложный, в переломный момент его, да, пожалуй, и ее жизни, нарочно воздвигало препятствия у них на пути. Предписание требовало от лейтенанта Левашова 1 сентября явиться в Москву в политотдел воздушно-десантных войск за назначением. Его поезд уходил ровно в 23 часа. В тот же день, часом раньше, возвращалась Наташа, так что им оставался для свидания лишь этот короткий час на вокзале. На перроне было шумно, покрикивали носильщики, трещали тележки, кто-то кричал, кого-то звали. Все торопились идти, наговориться, насмотреться, занять места, успеть в такси. А они стояли под лунно-молочным фонарем в середине платформы, никого не видя, ничего не замечая. Наташа выглядела усталой и печальной. Наташа, у нас всего несколько минут. Я знаю, ведь ничего не изменилось. Все у нас, как было, ну скажи. Да что сказать? Скажи, что все осталось по-прежнему, что ты не... А что не? Не разлюбила? Но ведь она ни разу не сказала ему «люблю». И он не мог выдавить из себя это слово. Отвыкли они друг от друга, что ли? Ничего не изменилось, Сьера. Просто я устала. Наташа... Он с тревогой смотрел на огромный желтый циферблат перронных часов, где черная стрелка уже почти подошла к роковой цифре. Наташа, как теперь? Когда мы увидимся? И где... Грустно усмехнулась она. Слушай, Наташа, он говорил торопливо, сбивчиво, мы должны быть вместе, слышишь? Должны, Наташа. И вдруг она подняла глаза и посмотрела на него своим обычным ясным взглядом. Вот что, Юра... Она говорила спокойно, твердо. Пришли мне свой адрес, куда назначат, и я напишу тебе. Я здесь все решу для себя и напишу. Проводница уже возилась с подножкой. Наташа порывисто обняла его, не целуя, на миг прильнула к его груди и торопливо оттолкнула. Садись же, опоздаешь. Он бросился к поезду. Ночная мгла вскоре поглотила перрон, белый шар фонаря и Наташу, стоящую неподвижно, с поднятой в прощальном жесте рукой. О том вечернем перроне, о Наташе, вспоминал теперь лейтенант Левашов в поезде, увозившем его с первых для него больших учений. В вагоне было накурино, пахло мокрой овчиной офицерских полушубков, одеколоном и легкой гарью, тонко и жалобно позванивала ложечка в пустом чайном стакане, мягко и приятно подрагивала полка. За окном изредка проносились проселки и перелески, а так все леса и леса, заснеженные, протянувшиеся на тысячи километров, те самые, над которыми он еще недавно пролетал на вертолете. Как сложатся его отношения с командиром роты? Отношения между командиром и его заместителем по политчасти обычно носят особый характер. Здесь приказом не обойдешься, здесь должен быть полный внутренний контакт. Сумеет ли он наладить такой? Сумеет ли вчерашний курсант, только что ставший офицером, завоевать доверие опытного и волевого командира? Да еще чересчур требовательного. О том, что рота отличная и что таково же общее мнение о ее командире, Левашова сказали еще в отделе кадров в Москве. Ему дали понять, что назначение в эту роту знак большого доверия ему, Левашову, надеются, что он это доверие оправдает. Ну что ж, постарается оправдать. В конце концов, не боги горшки обжигают. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова